Очень хорошее и интересное выступление Валиева Рафаила Газизуловича, доцента кафедры теории и истории государства права Казанского Федерального Университета. Отмечу особенно выступление Ахмадулина, стипендиата президента Российской Федерации, это университет ТИСБИ. Студентки Всероссийского университета юстиции Кушнарева Анастасия Андреевна, прекрасные выступления, причем она выступала у нас по поводу Нюрнбергского процесса, круглый столб был с академическим российским молодежным театром, также прекрасно, умница просто-напросто. Это, конечно, студент Исмаилов, Северокавказский институт и целый ряд других. Я могу перечислять всю программу, но, наверное, в этом смысла нет, поскольку все эти выступления были направлены на реализацию своего научного творческого потенциала, были конкретны, сущностны. И в целом работа круглого стола прошла в атмосфере научного поиска, свободной дискуссии. И по числу участников у нас круглый стол был просто-напросто переполнен. Даже к нам приходили те, кто не был записан, но имел интерес к работе круглого стола и участвовал в дискуссии, задавали вопросы и даже выступали. Я думаю, что на будущее мы должны эту практику, безусловно, продолжить и поблагодарить еще раз участников нашего мероприятия, нашей конференции круглых столов и организаторов прежде всего за четкую, слаженную, эффективную организацию этого важнейшего научного мероприятия, посвященное жизни и творчеству Гавриила Романовича Державина. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Олег Юрьевич. Слово предоставляется Талан Марии Вячеславовне. Круглый стол, уголовный закон, проблемы криминализации и декриминализации. Пожалуйста, Мария Вячеславовна. Аплодисменты. Аплодисменты. Тематику выступления на секции можно представить, по крайней мере, в трех направлениях. Часть докладов была посвящена истории, истории, связанной с Державином и, соответственно, связанной с остановлением и развитием уголовно-правовой, уголовно-процессуальной мысли в России, в Российской империи, в Российской Федерации. Часть докладов носила общий теоретический характер. Хотелось бы отметить особое выступление профессора, директора Дальневосточного филиала Всероссийского государственного университета юстиции из Хабаровска Кулыгина Владимира Владимировича, который говорил об избыточности уголовно-правовых запретов. Его доклад вызвал очень бурную дискуссию, которая продолжалась фактически два дня и отразилась на выступлениях и других участников. В этом же русле было и научное сообщение доцента кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции Акимовой Натальи Викторовны, которая говорила о сущности криминального поведения. И это тоже породило вопросы и обсуждения. Но особо хотелось отметить активную роль на нашей секции представителей молодого поколения, которые отвечали и запросам современного времени. Потому что третье направление работы нашей секции было посвящено некоторым актуальным вопросам борьбы с наиболее опасными на сегодняшний момент проявлениями. И в частности участники секции обращали внимание и предлагали конкретные меры по борьбе с терроризмом. Хотелось бы отметить в этом отношении доклад доцента кафедры уголовного права и криминологии Ростовского филиала Всероссийского государственного университета юстиции Спасенникова Игоря Григорьевича, который был посвящен вопросам противодействия терроризму. Великолепно проявили себя студенты Северокавказского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, которые принимали очень активное участие в дискуссиях и представили очень интересные доклады, которые тоже были посвящены вопросам противодействия преступлениям террористического характера и в том числе и вопросам квалификации некоторых интересных и других деяний. В частности, очень интересное прозвучало сообщение о проблемах эвтаназии, об убийстве по мотивам кровной мести и некоторые другие тоже очень интересные сообщения были в этом русле. Хотелось бы дальше высказать пожелание, чтобы подобные мероприятия продолжались и, может быть, уделялось бы больше времени еще и теоретическим нашим дискуссиям и круглые столы, чтобы продолжались еще и по объему больше, чем два часа. Потому что показывает опыт, что такого времени не вполне хватило нам на то, чтобы обсудить многие вопросы. Просто у нас участники секции, участники круглого стола рвались в бой, рвались выступать с дискуссиями. И я желаю, чтобы они продолжили свою такую научную стезю и воплотили ее в практической деятельности. Спасибо большое, Мария Вячеславовна. Круглый стол. Гражданское и семейное законодательство России. Актуальное состояние вызова времени. Козлова Елена Борисовна. Елена Борисовна, пожалуйста. Доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Всероссийского государственного университета юстиции. Пожалуйста, Елена Борисовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Наш круглый стол объединил в себе научную дискуссию по двум направлениям. По направлению гражданского законодательства и семейного законодательства. Здесь нужно отметить, что совершенно замечательный доклад Илюшина и Марина Николаевна, посвященный итогам реформирования договорного права, задал тон дискуссии в рамках гражданского законодательства. И доклад Левушкина Анатолия Николаевича о проблемах реформирования и современного состояния семейного права, в свою очередь, породил очень интересную дискуссию в отношении развития семейного законодательства. Хотелось бы сказать, что уровень научных докладов, как студенческих, так и аспирантских, на нашей секции был достаточно высокий. Выступающие использовали интерактивные средства, были показаны презентации. И необходимо отметить значительный хороший интерес, внимание слушателей к докладчикам. У нас на секции было заявлено более 70 человек. Поэтому, естественно, как вы понимаете, мы должны были поставить жесткие временные рамки, установить жесткий регламент. И все равно, к сожалению, все выступить не смогли. Поэтому на будущее, в рамках следующей конференции, у нас было высказано пожелание разделить две секции – гражданское законодательство и семейное законодательство. И тоже в качестве пожелания хотелось бы отметить большее развитие, наверное, процессуального законодательства. Процессуальные аспекты были высказаны только в одном докладе представителя студенчества Северо-Кавказского филиала. В рамках работы нашей секции мы постарались дать слово студентам, в первую очередь студентам различных филиалов. Мне кажется, что все филиалы были нами охвачены. И дали слово обязательно нашим аспирантам для того, чтобы показать студентам основные направления развития студенческой науки. Темы докладов совершенно различны, начиная от качества продовольствия, заканчивая ограниченными вечными правами. Как вы понимаете, разброс очень серьезный и очень интересный. В связи с этим хотелось бы высказать тоже еще одно пожелание, которое предыдущий докладчик высказывал. Может быть увеличить чуть-чуть время на круглые столы с учетом большого количества желающих выступить. И в заключение, конечно же, хотелось высказать благодарность Казанскому федеральному университету за замечательное проведение конференции. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Елена Борисовна. Слово предоставляется Виноградову Вадиму Александровичу, доктору юридических наук, профессору, заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Всероссийского государственного университета юстиции «Круглый стол. Грани российского суверенитета в современном мире». Пожалуйста, Вадим Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Чтобы никого не обидеть, не буду называть фамилии отдельно и быть кратким. Действительно, грани российского суверенитета, как показала дискуссия, работа нашей «Круглого стола» крайне многообразны. Обсуждались разные аспекты. Остановлюсь на некоторых только, которые были самыми острыми предметами дискуссий. Это, безусловно, деятельность органов государственной власти, в том числе в связи с самоограничением государственной власти. Еще очень важный аспект, который мы обсуждали, это, безусловно, вопросы национальной безопасности. Там целый блок вопросов, которые мы с коллегами имели возможность досконально обсудить. И вопросы импортозамещения, и вопросы экологической безопасности у нас тоже очень активно обсуждались. И вопросы безопасности, связанные в сфере интернета. Отдельно предметом дискуссии были вопросы, связанные с вхождением двух новых субъектов Крыма и Севастополя. Ну и, конечно, ключевым моментом, который был, собственно, предметом обсуждения на протяжении двух дней, это, безусловно, вопрос соотношения международных норм и, в том числе, общепризнанных принципов международного права и конституционного права, конституционных принципов. Естественно, мы не могли не затронуть вопросы, связанные с тем, что было решение конституционного суда на эту тему в части создания защитных механизмов. При реализации решений международных судов, если такие решения противоречат основам конституции Российской Федерации, мы обращались к зарубежному опыту. И, собственно, вывод был, на мой взгляд, довольно правильный, сделан о том, что, в общем, Российская Федерация здесь, в этом пути, абсолютно не уникальна. Мы рассматривали и решение немецкого федерального конституционного суда, который принял примерно такое же решение и Верховного суда Великобритании по аналогичному делу нашему Анчугову, а у них было дело Херста, о ограничении избирательных прав граждан. В общем, судебные инстанции конституционного контроля целого ряда европейских стран идут в том же фарватере. В этом смысле Российская Федерация не отказывается от реализации принятых на себя международных обязательств и следует, скажем так, в тенденцию общеевропейской. В заключение хотел бы поблагодарить организаторов за максимально комфортные и благоприятные условия работы. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Александрович. Круглый стол. Перспективы информационного обеспечения принудительного исполнения актов юрисдикционных органов в контексте развития законодательства об исполнительном производстве и практике его применения. Валеев Дамир Хамитович. Доктор юридических наук. Профессор. Заместитель декана. Сидиков Руслан. Доцент кафедры экологического трудового права и гражданского процесса юридического факультета Казанского федерального университета. Пожалуйста, Руслан. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые гости, участники конференции. Касательно нашего круглого стола, посвященного вопросам исполнительного производства, наверное, следует отметить такую особенность именно нашего круглого стола. Естественно, конечно, было очень много участников, были очень интересные дискуссии. Но одной важной особенностью, приятной нашего круглого стола оказалось то, что, несмотря на такой академический характер конференции, по крайней мере, название конференции, несмотря на это, в работе круглого стола принимали участие многие представители различных органов и особенно Федеральной службы судебных приставов. И это было очень ценно, поскольку судебные приставы исполнителей являются непосредственными субъектами исполнительного производства. И обсуждение различных теоретических проблем, с одной стороны, и получение комментариев, и мнений, и также выступлений со стороны непосредственных работников этой системы было, безусловно, очень ценным и полезным. Что не всегда удается на научных конференциях. Если говорить о конкретных выводах и предложениях, итогах работы круглого стола, то, безусловно, было предложено достаточно много интересных идей. Но если их так систематизировать и сделать акцент на названии круглого стола, то, наверное, можно говорить о двух ключевых значимых выводах. Первое – это то, что не секрет, что действительно исполнительное производство – это одна из, наверное, больных точек сегодняшней правовой действительности. Действительно, исполнение судебных решений в силу большой нагрузки судебных приставов не везде эффективно, хотя принимаются значительные меры по ее развитию. Так вот, и также не секрет, что сейчас идет активное внедрение информационных технологий в деятельность, наверное, всех органов государственной власти, в том числе и Федеральной службы судебных приставов, что дает большие результаты. Но мы пришли к выводу о том, что необходимо усилить на сегодняшний день не только развитие информационных технологий внутри системы, но и межсистемное взаимодействие различных информационных баз для того, чтобы можно было быстрее и эффективнее выявлять должников и, соответственно, проводить исполнительное производство. Также мы пришли к такому системному выводу о том, что помимо принудительного исполнения во многом имеет значение добровольное исполнение судебных актов. И в этом плане велика роль не только службы судебных приставов, но и многих других ведомств, которые могли бы или могут или уже устанавливают различного рода ограничения и внедряют их, и различного рода ограничения для должников, которые в итоге вынуждают их добровольно исполнять судебное решение. Ну, например, ограничение выезда за границу, либо привлечение к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения и так далее. То есть общий вывод такой, что необходимо усилить и сконцентрировать внимание на взаимодействии как на уровне информационных технологий, электронного взаимодействия, так и фактического взаимодействия различных органов власти в части исполнения судебных решений. Спасибо. Спасибо большое, Руслан. Руслан, быть вам скоро доктором. Когда я вас называла доктором и профессором, так уверенно шли, что я поверила, что вы это, Валеев. Удачи вам, всего доброго. Спасибо. Троглый стол. Русский язык, как государственный язык в Российской Федерации, государственные языки субъектов Российской Федерации в административно-правовой сфере. Юридическая риторика, профессиональная культура юриста. Киянова Ольга Николаевна, доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка, риторики, профессиональной культуры Всероссийского государства Университета юстиции. Ольга Николаевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. В последние несколько лет и в этом году руководство страны много говорит о вопросах взаимодействия государственного языка Российской Федерации русского и государственных языков-субъектов Российской Федерации, потому что именно через взаимодействие языков происходит консолидация нашей нации, происходит взаимобогащение культур. И, конечно, важнейшим уровнем, на котором это взаимодействие должно гармонично осуществляться, является язык государственного управления, используемый в сфере государственного управления или языки, и язык нашего законодательства. Вот эти важнейшие вопросы, хотя секция названа многоаспектной, все вопросы были освещены, Эта важнейшая проблема обсуждалась в первую очередь, и хочу поблагодарить, сегодня все говорят, и в завершении, и в начале выступления, слова благодарности организаторам нашей конференции, хозяевам нашему Казанскому университету, руководству Республики Татарстан, за то, что прекрасно организовано это мероприятие. Хочу сказать, что работа нашей секции вызвала интерес государственных служащих Республики Татарстан. У нас принимали участие в работе секции начальник отдела Министерства юстиции Республики Татарстан Латьева Татьяна Юрьевна, начальник отдела МВД по Республике Татарстан Гелиудинов Ильдар Фатович, плохо вижу, прям ужасно, и начальник отдела лингвистических экспертиз Министерства внутренних дел Республики Татарстан Хамедуллин Руфат Фатович. Надо сказать, что они не только слушали внимательно наше выступление, но приняли участие в завершающей дискуссии и высказали ряд ценных замечаний. Я хочу поблагодарить всех участвовавших в работе секции. Это преподаватели нашего головного вуза и преподаватели филиалов. И надо сказать, что уже определились научные школы, потому что докладчики-преподаватели подготовили выступления своих студентов в развитии тех идей, которые озвучивали они. Хочу поблагодарить Татьяну Юрьевну Кочепасову, которая является кандидатом исторических наук, работает на кафедре государства, теории истории, государства и права нашей академии. Она выступила с докладом, посвященным представлениям Державина об идеальном чиновнике. И надо сказать, что большой блок докладов на нашей секции был посвящен именно Гаврилу Романовичу Державину. Студенческих 16 студентов выступили с докладами по вопросам государственной языковой политики, по вопросам языка права. И здесь не могу не сказать о Голенок Светлане Геннадьевне, доценте Петрозаводского филиала, которая сама представила по юридической технике. Чрезвычайно интересный доклад. И подготовила свою студентку Полевикову Александру тоже с очень интересным докладом. Преподаватели нашей кафедры тоже организовали ряд выступлений студентов. Я, ребята, благодарила вас на заседании секции. Простите, сейчас не буду всех перечислять. Но ваши доклады и по вопросам юридической риторики, и по вопросам, связанным с деятельностью Державина, вызвали большой интерес. Особо хочу сказать о северокавказском филиале Патти Казихан Нербазановой, которая является заведующей кафедрой общегуманитарных дисциплин. Нам все желали плодотворных дискуссий. Я хочу сказать, что такие плодотворные дискуссии позволили нам всем, работающим во Всероссийском государственном университете юстиции на разных территориях, выработать общие подходы и определить то, как мы будем строить исследовательскую работу студентов. Ребята северокавказского филиала, выступившие с докладами, говорили о языке права. Исследовательский компонент региональный был представлен очень ярко, острыми просто с нашей точки зрения и очень проблемными были доклады, посвященные этическим аспектам поведения допросов, этике судебной и доклад проблемы провокации преступлений со стороны сотрудников правоохранительных органов. Опять-таки, на фактах, на фактическом материале региональном, и те проблемы, которые ставили ребята по совершенствованию законодательства в аспекте создания этических кодексов, они являются весьма перспективными, и, возможно, те публикации, которые появятся по итогам наших научных заседаний, позволят в будущем и законодателям, и уже профессионалам более высокого уровня эти студенческие наблюдения и студенческие идеи облекать в конкретные правовые нормы. Таким образом, могу подвести итоги работы нашего круглого стола, что состоялась научная дискуссия, очень плодотворная, яркая, полезная. Хочется надеяться, что те вопросы, которые мы освещали, те проблемы, которые мы ставили, найдут свое научное, административное решение. Еще раз спасибо большое за конференцию. Благодарю вас, Ольга Николаевна. Блестящее выступление, как всегда. Вот чувствуется профессор русского языка. Круглый стол. Гавриил Державин, поэт, философ, гуманист. Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Пожалуйста, Алексей Николаевич. Уважаемые коллеги, я представляю краткие результаты большого плодотворного заседания нашего круглого стола, название которого было озвучено. Хочется для начала отметить, что впервые именно в этом году, в 2015-м, произошла интересная синтетическая встреча двух до этого существовавших параллельно проектов. Отдельно шли с 1993 года Державинские филологические конференции. Начали мы в юбилейный 250-летний год Гаврила Романовича Державина. На наш взгляд, не только на мой и наших модераторов, но и всех приехавших гостей полностью этот опыт себя оправдал. Не останавливаясь подробно, на каждом из выступлений у нас прозвучало 11 разных сообщений. Хотелось бы отметить тематику профильную. С одной стороны, очень интересен был форум развернувшейся дискуссии между специалистами по истории и теории русской словесности. С другой стороны, безусловно, очень позитивно участие деятелей музейного дела. С большим пиететом хочется поприветствовать еще раз уважаемых гостей, которые смогли прибыть к нам из Санкт-Петербурга, из Петрозаводска. Трое директоров Державинских музеев, Державинских мемориальных комплексов приняли участие в работе нашего круглого стола. В нашем круглом столе приняли участие также студенты Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции. Тоже это было очень интересно посмотреть и послушать. Как и коллеги, придерживаюсь мнения, что, наверное, можно несколько расширить хронологические границы. Из ближайших перспектив, как показало именно заседание нашего круглого стола, было бы интересно, и всячески мы будем при поддержке это осуществлять, более широко привлекать участников музейщиков, потому что это та необходимая передаточная база, которая позволяет соединить воедино все наши представления о Державине не только как о писателе, но и как о государственном деятеле. Естественно, когда мы говорим о Петрозаводском мемориальном комплексе, то встает вопрос Державин как государственный деятель касательно этого края. В завершение хотелось бы с удовольствием, выразив общее мнение всех коллег, выразить тройную благодарность и уважаемым организаторам конференции, и всем гостям, которые смогли к нам приехать, и лично директору Музея истории Казанского университета Писаревой Стелли Владимировне в гостеприимных стенах владения, который мы вчера и заседали. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Круглый стол, объединенный, да, у нас получается образовательное право и проблемы юридического образования и проблемы организации образовательного процесса в условиях практикоориентированной модели обучения в юридическом вузе. Бикеев Игорь Измаилович, доктор юридических наук, профессор, первый проректор Института экономики управления права город Казань, эксперт Федеральной службы по надзоре в сфере образования и науки. Уважаемый Фарид Хайрулович, Ольга Ивановна, Пельшат Равкатович, уважаемые коллеги, позвольте вам представить некоторые результаты работы родственных между собой и в процессе проведения конференции объединившихся и даже, пожалуй, побратавшихся названных круглых столов. 26 докладов и 8 сообщений было заявлено, значительная их часть реализована. Особое внимание было уделено вопросам компетенций современных юристов, тенденций государственного регулирования высшего образования, профессионально-общественной аккредитации, деятельности юридических клиник, оказанию правовой помощи населению, контроля качества образования, развития практикоориентированной модели обучения юристов и другим темам. Теперь о предложениях. Предложено рассмотреть вопрос об отражении в компетенциях юриста способности разъяснения с правовых позиций политики России, ее национальных интересов и взаимоотношений с другими государствами и международными организациями. В этой связи достаточно вспомнить вопросы воссоединения Крыма и Севастополя, ситуации на Украине, в Сирии и многие другие. Мы видим, что творится в современном мире вокруг нашей страны, оппоненты осыпают нас необоснованными утверждениями, студенты, возвращающиеся из зарубежных поездок, с различных конференций, форумов, молодежных парламентов, бывают часто обескуражены тем, что Россию называют облыжно-агрессором, обвиняют в аннексии и самых разных других пороках. Думается, что призвание правоведов заключается и в том, чтобы предоставить молодым людям необходимые для понимания и объяснения этих непростых вопросов юридические знания. Считаем это направление деятельности крайне важным. Установлено, что значительную востребованность имеют выпускники сознания международного и иностранного права, в связи с чем предложено развивать соответствующие направления работы. Высказана озабоченность длительным неприятием перечней должностей, которые могут занимать бакалавры и магистры-юристы. Внесено предложение о рассмотрении Республики Татарстан в качестве экспериментальной площадки для апробации новелл в юридическом образовании. Обоснована необходимость оптимального соотношения фундаментального и практико-ориентированного подходов. Доказана целесообразность развития практики медиации на базе юридических клиник. Заслуживают поддержки проекта юридических клиник по защите прав пациентов, получателей образовательных услуг, детей-сирот. Выявлены также проблемы развития Института профессионально-общественной аккредитации в России. Который призван быть взаимодополняющим с государственной аккредитацией. А также пути решения указанных проблем. Так, многие аккредитующие организации не обладают должным методическим инструментарием. Иногда налицо предъявление заведомо низких критериев оценки в угоду заказчику. Предложены и другие интересные решения, которые, несомненно, заслуживают внимания и будут опубликованы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Игорь Измаилович. Особенно мне понравилось, знаете, обычно старые петербуржцы употребляют это слово «облыжно». Я думаю, филологи меня поймут. Вы такая умница. Спасибо. Мне так приятно. Спасибо. Круглый стол развития институтов местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе. Законодательное регулирование и практика. Султанов Евгений Батырович. Кандидат юридических наук. Доцент. Заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета Казанского Приволжского федерального университета. Пожалуйста, Евгений Батырович. Дорогие друзья, мы проводили свой круглый стол, наверное, в самых лучших условиях. Я не знаю, может быть, Ильич Аравкадович специально распорядился, чтобы нашему круглому столу дали зал попечительского совета. Шикарные условия для работы, особенно для презентации, которые проводились в рамках нашего круглого стола. Вообще наш круглый стол представляет собой в известной мере уникальное явление, где были представлены все заместители Гавриила Романовича Державина. И, в общем-то, начиная с замминистра юстиции Российской Федерации, начальника правового управления Министерства юстиции по Республике Татарстан, министра юстиции Республики Татарстан, заместители министра юстиции Республики Татарстан, было также представлено, наверное, по третьим. Одна треть была представлена научного сообщества и одна треть была представлена студентам. Вы знаете, великолепные доклады, великолепные доклады. Мне очень жаль, что эти доклады не услышала большая часть нашего студенчества, наше научное сообщество. Да, в принципе, я даже думаю, что и муниципальным служащим не мешало бы послушать выступления, в том числе и студентов. Вот я хочу сейчас, пользуясь этим случаем, лишний раз, уже не раз звучало, что студенты делали, ну, просто очень хорошие доклады. И вот мы с громадным удовольствием прослушали доклад Нурмагамедовой Айзы Алибековны, студентки третьего курса Северокавказского института филиала Всероссийского государственного университета юстиции, город Махачкала. Она представила доклад «Акты органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы и перспективы развития». Вот я думаю, что для Елабужского муниципалитета, где должники по жилищно-коммунальному хозяйству добровольно оплачивают свои услуги из своей зарплаты. Мы несколько раз ее поэтому спрашивали на основании судебного решения. Нет, говорит, сами добровольно, что называется, сдаются, приходят, делают подобное заявление, чтобы у них из зарплаты вычитали вот эти долги по оплате жилья иным коммунальным услугам, с тем, чтобы они не успели растратить эти деньги до того, как они заплатят свои долги. Вообще выступления, я повторяю, были очень глубокие, очень интересные. Мне очень понравилось выступление наших представителей, так скажем, Министерства юстиции. И тон здесь задал Михаил Львович Гальперин. Именно он поднял эту тему взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления. И, в общем-то, убедительно было доказано, что перспективы развития публичной власти идут именно по вот этому направлению, по направлению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. В этой связи тоже хотелось бы очень, так сказать, отметить доклад Загидулина Рустема Ильдусовича, заместителя министра юстиции Республики Татарстан, который рассмотрел совершенно новый институт, который, ну, даже и в известной мере некоторые ученые считают неконституционным. Институт передачи полномочий от органов местного самоуправления органам государственной власти. Я еще раз хочу поблагодарить за организацию такого шикарного форума и надеюсь, что следующие наши встречи будут еще более представительными и более содержательными. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений Батырович. Круглый стол соотношения национального и международного правоохранительной деятельности государств участников СНГ. Абдулин Адель Ильсиярович, профессор, заведующий кафедрой юридического факультета Казанского федерального университета. Пожалуйста, коллега. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, работа нашего круглого стола была посвящена очень сложным вопросам соотношения национального и международного права в регулировании правоохранительной деятельности и обеспечении национальной безопасности. И вот эта сама сложность поставленной проблеме, наверное, и вызвала тот большой интерес, который проявили к этому круглому столу участники. А надо сказать, что наш круглый стол был в высшей степени представительным по своему содержанию и по субъектному составу. Стоит отметить только то, что тон работы круглого стола задавал председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин. В работе круглого стола принял участие премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Шавкатович Халиков, ректоры наших вузов, организаторов конференции, практические работники из Следственного комитета, Министерства юстиции, МВД нашей республики и, конечно же, ведущие ученые, а также студенты, аспиранты и магистранты. Доклады были также в высшей степени актуальны и интересны. И, наверное, ядром обсуждения был вопрос о соотношении международного и внутригосударственного права и о действии принципов и норм международного права во внутригосударственной системе и, прежде всего, в обеспечении правоохранительной деятельности. И я думаю, что те рекомендации и те выводы, которым мы пришли в работе, в ходе работы нашего круглого стола, они обретут свою практическую плоскость, а в свою очередь ученые и, самое главное, наши студенты, наша молодежь получит новый импульс к развитию этих идей и к воплощению их в практике. Огромное спасибо всем участникам, организаторам конференции и мы, конечно же, ждем новых встреч с большим нетерпением. Спасибо. Спасибо огромное, Аделис Калисиярович. Очень приятно. Спасибо. Круглый стол. Проблемы правового регулирования миграционных процессов в России, Европейском Союзе и на евразийском пространстве. Давлит Гильдеев Рустем Шамильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права, юридического факультета Казанского Приволжского федерального университета, руководитель Центра превосходства в области европейской интеграции КФУ. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, наш круглый стол посвящен весьма значимым проблемам сегодняшнего дня. О них мы каждый день практически видим информацию и сами, так или иначе, находимся в этом процессе. И Российская Федерация, и другие страны за ее пределами вплотную сталкиваются с проблематикой миграционных потоков, миграции, беженцев. И круглый стол, который был проведен вчера в стенах Казанского федерального университета, еще раз доказал актуальность этой проблемы. И необходимость заниматься этим вопросом и на научном уровне, и, конечно, обеспечивать взаимодействие науки и практической деятельности. Ну, а, собственно говоря, практическая деятельность была подчеркнута на этом круглом столе присутствием и активным участием в его работе заместителем руководителя Федеральной миграционной службы Российской Федерации Вадима Владимировича Яковенко, руководителем территориальной службы Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан Артемом Александровичем Кузнецовым и действующими практическими работниками системы Министерства внутренних дел, системы судебных приставов, исполнения наказаний. Соответственно, вот Вадим Владимирович в частности задал тон работе круглого стола и очень подробно и ярко показал ту работу, которая осуществляется Федеральной миграционной службой Российской Федерации в области миграционной политики на сегодняшний день в Российской Федерации, проблема, которая существует в этой области, в том числе вопросы противодействия незаконной миграции, которые на сегодняшний день решаются нашими правоприменительными органами. С другой стороны, были представлены сообщения, достаточно интересные доклады как уже действующих ученых, так и лиц, которые готовятся ими стать, наших студентов, по тематике, которая касается сравнению и миграционной политики в Российской Федерации, и миграционных проблем и кризисов беженцев в Европейском Союзе, о котором мы тоже достаточно много слышим сегодня. Эти вопросы были представлены в том числе в сообщениях студентов Всероссийского юридического университета юстиции, Государственного университета юстиции, прошу прощения, в частности, Казикина Дмитрия Николаевича. Эти вопросы были и у Бычкова Сергея Витальевича. Вопросы, которые касаются Института гражданства в Европейском Союзе, Института беженцев и проблемы, которые связаны с несрабатыванием в определенных случаях тех механизмов, которые существовали до момента, когда были развязаны серьезные кризисы и конфликты вооруженного характера в Сирии, в других государствах. Конечно, стоит отметить, что активное участие в работе круглого стола, было отведено именно студенческим нашим коллегам, представителям бакалавриата, магистратуры, и были затронуты очень интересные вопросы. Это и вопросы в чистом виде связанные с миграцией, это и вопросы, касающиеся практики Европейского суда по правам человека в отношении защиты прав мигрантов, в том числе и вопросы того, как Российская Федерация осуществляет деятельность в области борьбы с незаконной миграцией, и, с другой стороны, с обеспечением прав мигрантов. Я хотел бы еще подчеркнуть, что наш круглый стол продолжил работу сегодня, и, собственно говоря, совместно заседание круглых столов международного права и миграционного права получило сегодняшнее еще одно продолжение. Все заявленные доклады были выслушаны, обсуждены, и, в общем-то, что стоит отметить, и поблагодарить организаторов конференции за то, что была возможность провести очень хорошую дискуссию, практически ни один доклад не остался без вопросов. Это, на самом деле, на мой взгляд, самое ценное, что дает возможность нашим студентам в дальнейшем развивать тематику своих исследований. Я хотел бы поблагодарить всех присутствующих участников и, собственно, высказать свою благодарность тем практическим работникам, которые также нашли возможность участия в этой конференции. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас, Рустам Шамильевич. Уважаемые коллеги, руководители секции, у меня к вам большая просьба. Вы подготовьте каждый по своей секции заключение. Мы это все съедем в единую резолюцию и отправим нашему законодателю, чтобы наша конференция имела такой практический момент. Теперь, что касается доклада. Все выступающие, которые у нас выступали, кто не успел выступить, но кто готовил доклады, нужно будет в электронном варианте, наверное, Борису Викторовичу Яцеленко на наш университет отправлять. Сроки у нас какие будут? Надо сроки обознать, чтобы это не особенно тянулось. Борис Викторович, уже уехал. Сегодня как у нас, 26-й? До 1 декабря мы успеваем, да? Коллеги, пометьте, пожалуйста, до 1 декабря нужно будет в электронном варианте отправить все свои выступления для того, чтобы мы могли сдать их в печать и уже напечатать. Это что касается ОРК-вопроса. Все понятно, да, по поводу резолюции. То же самое, наверное, до 1 декабря нужно будет подготовить заключение. Все на почту, все в электронном варианте и все выступления. Дорогие друзья, как я уже сказала, все хорошее быстро заканчивается. Эти два дня пролетели незаметно. Мы завершаем в этом прекрасном зале, как и начинали нашу конференцию, наши державенские чтения. На самом деле нам очень приятно было, очень тепло у вас. Я думаю, что уезжая сегодня отсюда, каждый из нас, и я в том числе, оставляем здесь, на вашей казанской земле, частичку своего сердца и своей души. Я думаю, что, наверное, резолюции наши, я думаю, коллеги, вы меня поддержите, это будет ежегодное проведение державенских чтений здесь, в Казани, на родине Гаврила Романовича Державина, потому что эта тема неоднократно звучала в течение двух дней работы нашей конференции. Наш дебют, который состоялся в этот раз, превзошел все ожидания, имел большой успех. Я думаю, что, и очень надеюсь, Ильша Травкатович, что мы будем продолжать наши сложившиеся теплые отношения. И я хочу сказать, что в лице наших 15 филиалов, представителей которых были сегодня здесь, вы тоже теперь получили надежных и верных друзей во всех уголках нашей необъятной Родины, где вас всегда будут рады видеть. Я хотела бы выразить огромную благодарность Кабинету министров Республики Татарстан, который поддерживал все нас, территориальному управлению юстиции, Казанскому федеральному университету в лице Ильша Травкатовича, ректора университета, его первого проректора, Ирину Борисовну Петрунину. Ирина Борисовна, станьте. Посмотрим, какая вы есть. Директор нашего Казанского института филиала, которая переживала. Ирина Борисовна, спасибо вам огромное. Мне правда очень приятно и очень грустно, но я надеюсь, что обязательно в самое ближайшее время мы с вами встретимся. Ильша Травкатович, подпишем соглашение о сотрудничестве. У нас очень много общего и будем дружить. Спасибо всем, кто приехал, кто нас поддержал. Я желаю всем нам успехов, всего самого-самого доброго. Спасибо. А сейчас я хотела бы передать слово нашему... Сейчас правильно назову вашему голосу. Я сам назову. Нет уж, нет уж. Председателю Государственного Совета Республики Татарстан Фариду Хайриловичу Мухамедшину. Сегодня он пришел со своими стихами, да, Фарид Хайрилович? Добрый день. Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, доктор политических наук. Ольга Ивановна, уважаемая, дорогие друзья, мы как соорганизаторы, как принимающая сторона Республика, наш федеральный университет, Казанский, принимая первый раз такую всероссийскую конференцию державенских чтений, конечно, готовились, переживали. Накатанная колея в Москву 10 лет подряд проведения этих конференций в столице Российской Федерации очень высоко поднял мерку по организации проведения подобных конференций. И я думаю, мы вас не разочаровали. И сами не разочаровались. По количеству участников, географии представительства, по ученым, правоведам, юристам, практике, которые приехали и пришли на конференцию на круглые столы. Студенческий интерес к этой конференции, к этим докладам был, я понял, очень высок. И по докладу руководителей, модераторов этих круглых столов я почувствовал, что разговор был серьезный, научный, обогащенный еще мнением и присутствием практиков, правоприменителей нашей республики, которые тоже в этом участвовали. Я хочу сказать спасибо всем организаторам. Можно поставить хорошую оценку и сказать, что первый блин комом не стал. Ну и выразить еще раз признательность организаторам в лице Ольги Ивановны, которая и вчера на пленарной части вняла моим просьбам и сегодня повторила принято решение о том, что теперь традиционные эти державинские чтения будут проходить в Казани, в европейской части нашей России, на родине державина. И думаю, что это будут все новые и новые, с нарастающим интересом проводимые чтения, дискуссии ученых и правоведов. Вы знаете, я не юрист, по образованию я инженер-механик, нефтяник. Правда, защищал в Казанском университете диссертацию по социологии, кандидат в наук. А докторскую защищал в Москве. Как раз я ее защищал по вопросам соосности права, уровня права, тогда, когда Советский Союз распался, 21 республика в составе Российской Федерации объявили свой государственный суверенитет, к власти пришел Путин и начал прибирать эти суверенитеты все в Москву. И, конечно, было очень много дискуссий об уровне полномочий, об объемах полномочий, где лучше эти полномочия используются в рамках, еще раз говорю, действующей Российской Конституции 71-й, 72-й, 73-й статьи подписанной Хартии о местном самоуправлении и многих других дел. Вот эти дискуссии до сих пор продолжаются. Как бы мы ни говорили, мы все еще строим заявленную демократическую, правовую, с рыночной экономикой, с гражданским обществом страну, Россию, каждый раз обновляя, что-то регулируя в текущем законодательстве, не без споров, в поисках лучшего использования возможности самих органов местного самоуправления, органов государственной власти, уровня республик, областей, краев и самого федерального центра. Мы одна из тех республик, которые всегда заявляли, дайте нам столько полномочий, сколько мы можем освоить. Давайте через это разгрузим федеральный центр от несвойственных ему полномочий. Пусть лучше занимаются атомной энергетикой, международными делами, обороной, защитой нашего государства, а мы будем подметать, убирать, наращивать экономику, загружать людей работой на разных уровнях власти в своей родной республике. Этот вопрос остается до сих пор таким дискуссионным, хотя поиск и практика развитых европейских государств говорят о том, что найденные формы уже можно применять и в нашей стране. Вот я скажу так, ни один из 11 заявленных круглых столов с повесткой дня не могу назвать каким-то второстепенным. И сегодня эти актуальные вопросы вот по местному самоуправлению докладывали. Могу ли я сказать, а я только что месяц назад участвовал в дискуссиях на пятом конгрессе органов местного самоуправления России, который прошел в Казани, сказать, что у нас действует местное самоуправление, о котором мы мечтаем и реализуется полностью, но не можем же мы этого сделать. Квази-местное самоуправление, оно есть де юра в документах в 131-м федеральном законе, законах о местном самоуправлении. Кстати, 131-й закон крайне трудный правоприменителем использовать. На него уже 150 поправок и изменений внесено за короткий период его жизни. А как быть тем, кто каждый день с этим законом сталкивается? Без финансового мандата полученные полномочия, кто сегодня докладывал, сказали, неконституционно возвращает обратно на высший уровень власти района, города, отказываясь от полномочий муниципальных. Ну, что значит, мы должны из Казани приводить к кладбищу в деревни, строить им дороги, говорить им, нет, в этот раз вы тут туалет не туда посадили, давайте клуб отремонтируем. Мы завязываем и сужаем возможности людей, душим их инициативу. через финансовое обеспечение, развитие налоговой базы, правильного налогового законодательства в стране мы могли бы поднять этот пласт огромных возможностей в развитии нашей страны, имеющей огромную территорию, которая из Москвы или из Казани, или из Пскова, я не знаю, или еще откуда-то, просто не объять и не отрегулируется. Вот чем ценны такие конференции и они очень важны. Или дискуссии по вопросам семьи, материнства и детства. Вот сегодня подводили итог круглого стола. Мы законодатели, мы очень обеспокоены тем, что у нас институт семьи деградируется. Я боюсь вызвать недовольство молодых людей. Мы немножко постарше, чем наши студенты. Я имел уже один раз перед выборами на себе почувствовать, что я отстал от жизни. Когда сказал, я не понимаю, что такое гражданский враг. Как это можно жить так, не беря на себя никакие обязательства мужчина, женщина, молодые люди мне с балкона начали свистеть. А мои коллеги говорят, слушай, ты осторожен на эту тему, они не придут завтра за тебя голосовать. Потому что половина из них гражданским браком со второго курса уже живет. Но это серьезная тема. То, что в семье еще только год, как они вышли, вошли, значит, брак заключили, семьей стали, народился ребенок, семья распалась. Сегодня никакой ответственности в этой части, казалось бы, нет. легче прийти жене подать в ЗАГС бумагу, что я не хочу с ним жить, тут же тебя разводят. Но много этих вопросов, которые беспокоят нас. Мы начали работать над этим законом в Татарстане, Ольга Ивановна. Не можем написать закон словами. Дайте помощницу, вот которая сегодня выступала, хорошую. Мы будем вместе с ней. Я сегодня с депутатами Государственной Думы у себя в кабинете эту тему поднимал. Председатель комитета, которая приехала к нам по семейным делам материнства и детства. Не ограничивайте, говорит, нас. Как я говорю не ограничивать? Вы что хотите, что я с нелюбимым продолжала жить или с нелюбимой продолжал жить по закону по вашему? Нет, говорит, этого не будет. Комплексное решение какое-то требуется. Надо найти нам решение, чтобы вот такие устои семьи, детства и материнства как основы в общем-то любой общности любого государства были на таком уровне ответственны с каждой стороны. Международное национальное право. Но сейчас вы знаете, что в России идет дискуссия и Конституционный суд. Виктор Николаевич, ваш коллега Зорькин, бывший теперь для вас он бывший представитель Конституционного суда, разрабатывает законопроект, по которому некоторые национальные интересы суверенных государств, даже если они подписались в какой-то момент по международным договорам, можно было бы соизмерять с интересами своего государства. Вопрос очень тонкий, очень нежный, но тоже требует юридического осмысления и принятия по ним решений. Ну, не буду отнимать ваше время, я, знаете, хочу сказать, что научная общественность нашей республики, вообще правовая школа, юридическая школа Татарстана, двухсотлетняя такую историю имеющая, безусловно, имеет право на то, чтобы ее голос был услышан, и их подходы нами, практиками, законодателями, значит, были учтены во многом. И вот я Ольгу Ивановну прошу и ко всем обращаюсь, я думаю, дискуссии и доклады, которые прозвучали, если они будут изданы, а я надеюсь, они будут изданы, они бы стали достоянием всех законодателей регионов Российской Федерации и федеральных законодателей, чтобы, как настольная книга, мы ваши мысли могли бы через призму законодателя посмотреть и на практике использовать. Огромное вам спасибо, я очень просил, чтобы вы нашли время, познакомились с нашей современной Казани, не знаю, насколько удалось, но то, чтобы эти два дня не было дождя и снега, это уже тоже для нас был праздник, наверное, ради вас мы смогли эту погоду. Я понял намек на регламент, ухожу со сцены, но я хочу выразить огромную вам признательность, слова благодарности за то, что вы у нас в гостях, за то, что искренне поделились наработанным опытом в каждой сфере, которые были предметом обсуждения. Зур Ахмад, большое вам спасибо. Ждем каждый год теперь вас в Казани. Вы знаете, я с Ольгой Ивановной вчера на разные темы говорили, а сегодня продолжили эту дискуссию, я решил подарить ей как организатору книгу «Хартия земли». Это в Татарстане принят закон по «Хартии земли» юристы должны знать и знают, что это такое. Мы один единственный субъект Российской Федерации, который приняли такой закон у себя и отныне соизмеряем любой закон, касающийся охраны природы, экологии, жизни, продолжительности жизни людей, флоры, фауны и всего остального вот с тем, что вот здесь расписано и принято в этом законе. Я думаю, что это будет ее тоже настольная книга. Ей огромное спасибо за это. Ну и у нас в Казанском университете в республике мы думаем, что самые красивые девушки одну татарочку симпатичную студентку Юрфака, которую мы здесь изобразили, хотим ей подарить от нас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хотела бы предоставить слово ректору Казанского федерального университету Ильшату Равкатовичу. Пожалуйста, Ильшат Равкатович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно, все, кто выступал и докладывал результаты круглых столов, говорили слова благодарности организаторам, я так думаю, в том числе и нам. Но, тем не менее, в любой организации есть достаточно большое количество плюсов и минусов. Поэтому, если есть какие-то замечания, тем более, после того, как было принято решение, что в следующий год мы надеемся, данные чтения также будут проводиться в Казани, на нашей площадке, скорее всего. Мы хотели, чтобы мы об этом знали. Значит, второе, вот есть предложение Ольги Ивановны расширить наши чтения, сделать их не только всероссийскими, но и международными, приглашая на них наших партнеров из различных стран, с университетов, с которыми мы имеем такие партнерские отношения, поскольку практически везде есть юридические факультеты в классических университетах и практически везде есть либо филологические институты, либо факультеты. И очень хорошо вот здесь было отмечено, что впервые эти чтения объединили как бы два крыла из жизни человека, которому мы посвятили эти чтения. Это и вопросы, связанные с правом, и вопросы, связанные в какой-то степени с филологической темой, имея в виду, что у нас достаточно хорошая есть площадка, где мы это можем провести одновременно, то есть под девизом, может быть, державен правовед и державен поэт. И еще раз говорю, мы ждем вас, благодарим вас и надеемся на то, что вот эта площадка позволит сблизить понимание и практиков, и академического нашего сообщества. А на память о нашем сегодняшнем мероприятии я бы тоже хотел, вот есть, вы сказали, вы здесь оставляете кусочек сердца и души, но тело должно рано или поздно опять вернуться, или душа и сердце должны объединиться. и вот в этом здании, которым мы хотим символическое здание нашего главного корпуса университета, я надеюсь, в таком настольном варианте он вам будет всегда напоминать о времени, проведенных в стенах Казанского университета у нас в Казани, и всегда ждем вас у себя. Еще раз спасибо огромное дорогие коллеги, вы знаете, вот первый раз мы проводим державские чтения в Казани, а сейчас смотрю, такое чувство, что мы до этого 10 державских чтений провели именно здесь, настолько все родные стали. Я желаю всем успехов и до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok